Центральным банком при участии Министерства финансов и страховщиков было проведено совещание, в результате которого был принят курс на либерализацию тарифов автострахования ОСАГО. В 2018 году обязательное автострахование для большинства владельцев автомобилей значительно подорожает. Кому грозит подорожание, кому нет, разберемся в этом видео. С вами канал ПРОАВТО, поехали! Коэффициенты расчета и базовый тариф стоимости полиса ОСАГО регулируются Центробанком, который, к сожалению, пошел навстречу страховщикам. Возможно, базовый тариф, цена которого сейчас находится в пределах 3-6 тысяч рублей, будет увеличен даже в несколько раз. В планах изменения коэффициентов стажей возраста водителей. Согласно законопроекту, расчет ОСАГО в 2018 году изменится таким образом. Для водителей в возрасте от 22 до 24 лет со стажем вождения 5-6 лет подорожание полиса будет составлять 55%. Для водителей в возрасте 25-29 лет со стажем вождения 5-6 лет подорожание будет составлять 31%, а при стаже вождения 7-9 лет полис подорожает на 22%. Для водителей в возрасте 49 лет и старше со стажем вождения от 14 лет предусмотрена скидка до 34%. На стоимость ОСАГО также будут влиять регион и опасное вождение, количество ДТП, в которых водитель попадает. Вступит в силу новый тариф ОСАГО в 2018 году, так как поправки в условии и правила страхования российского законодательства позволяют вносить не чаще раза в календарный год. Изменения в ОСАГО в 2018 году также будут касаться и формы полиса. Теперь страховой полис будет снабжаться QR-кодом, имеющим размер 20 на 20 мм. Данная мера станет дополнительной защитой полиса от подделок, часто используемых мошенниками. QR-код предоставит возможность быстрой проверки полиса на оригинальность. Дополнительная защита будет задействована в электронных версиях и в печатных бланках. Благодаря этому нововведению появится возможность проверить подлинность документа через интернет. Это сможет осуществить как сам автовладелец, так и сотрудник ГИБДД. Например, на данный момент сотрудник ДПС имеет возможность проверить исключительно наличие полиса. Как считают чиновники, наличие на полисе QR-кода сделает более простым оформление происходящих аварий по Европротоколу. Напомним, что решение о применении улучшенной защиты полисов ОСАГО было принято еще в 2016 году. Использование металлической нити, водяных знаков и сложного цветового фона должно было уменьшить количество подделок. Однако на практике мошенники смогли очень быстро приспособиться к новым бланкам. Несмотря на тот факт, что стоимость страхования в определенных областях может вырасти по региональному коэффициенту до целых 35 тысяч рублей, для автовладельцев есть и немного приятных нововведений. Центробанк планирует внести изменения, которые упросят процедуру возмещения убытков. До 100 тысяч рублей будет увеличена компенсация по Европротоколу. Участники аварии смогут рассчитывать на возмещение ущерба независимо от количества машин. Центробанком запланировано упрощение возмещения ущерба, полученного в ДТП. Водители смогут рассчитывать на возмещение, когда в ДТП участвовало два и более транспортных средств. Теперь все пострадавшие смогут обратиться в страховую компанию. Страховщики этим решением недовольны, так как это может привести к значительному увеличению их убытков. Также приятным для водителя изменениям можно отнести увеличение компенсации по Европротоколу до 100 тысяч рублей. На текущий день максимальная сумма не может превышать 50 тысяч. Также для уменьшения числа случаев мошенничества действие электронных полюсов будет начинаться через 72 часа после покупки, а не с момента ее совершения. Что касается цены полюса ОСАГО, она останется примерно прежней с незначительными изменениями. Огромных подорожаний ОСАГО в 2018 году не планируется, и все, что вы сможете найти в интернете по этому поводу, сплошная провокация населения. На данный момент это вся информация, которая известна нашим источникам. Рекомендуем и вам посчитать, насколько поднимется цена ОСАГО в 2018 году конкретно для вас, посчитав под данным, который мы предоставили в видео, цену вашего полюса. Не забывайте поделиться этим видео с вашими друзьями, а также поставить лайк и подписаться на канал, если понравилось видео. С вами был канал ProAuto. До скорых встреч!